здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала сна с вами снова охотники за брендами наталья и ирина это наш третий выпуск наших находок на улицах берлина давайте посмотрим что же за это время нам удалось найти нашла вот такой интересный керамический чайный набор еще в одном мешочке лежали такие вот небольшие четыре свечки свечки как вы видите абсолютно упакованная а вот чайный набор он меня наверное поразил какой-то своей необычной формой сами кружки чашки для чая они небольшие но действительно удивительная форма такая необычная и судя по кружкам по чайнику поскольку нет каких-то царапин то такое впечатление что набор или не почти не использовался или мало использовался я его покрутила посмотрела и потом решила что наверное я его возьму допустим иришка ко мне придет в гости и можно попить вкусного чая кстати кружечки такие они очень долго удерживают горячий чай то есть он не так быстро остывает и еще я хочу сказать что у него такой цвет который очень легко вписывается где-то в интерьер кухни и как раз получается что у нас нет такого какого-то классного чайника я все время что-то искала и решила оставить более сам чайничек уже ситечкой но такая вот удивительная керамика возможно это я думаю что даже просто икея посмотрите хотела вам просто показать специально принесла это куклы у них фарфоровые личико национальном баварском костюме такие куклы были выставлены в количестве четырех штук они ценности не имеют потому что допустим видите вот у девочки у ней нету национальной шапочки где-то утерянные ботиночки но меня поразило в этих куклах у них очень приятные милые личико то есть знаете бывает она кукла смотришь она такая как бы неприятно здесь куклы все очень миловидные очень красивые личики и сделаны из фарфоров и одежда возможно для этих кукол шилась именно вручную но к сожалению уже все в таком виде что для продажи ты их уже к сожалению невозможно поскольку у меня дома и нет девочек в общем-то кукол меня никто не собирает не коллекционирует а здесь вы видите обувь очень хорошие фирмы они очень удобные именно удобные для каждый день ходьбы эта обувь оказалась 39 размера мой размер все из натуральной кожи очень удобно застежкой именно то что я люблю поскольку мне можно в них и на велосипеде и на длительную прогулку их я решила оставить себе не выставлять на продажу в принципе если что-то не понравится конечно я их смогу сразу выставить на продажу еще одни вот такие красные босоножки я сейчас тоже показываю вам какая у них ценовая политика на ebay причем это именно сейчас в зимнее время на продаже они стоят в зимнее время такое тяжело продать но их нужно конечно привести в порядок обязательно помыть и тогда чем они в более как говорится приглядном будет состоянии чем дороже ты можешь продать подобные вещи и я всегда их пользуюсь еще одни такие розового цвета с закрытым носом слегка на каблучке босоножки они тоже недорогой ценовой политики я всегда делаю так я выставляю на продажу если в течение десяти дней я вещь не продаю на аукционе тогда я просто их выставляю обратно также еще вместе с этой обуви у меня там были вот такие кеды из ткани это nike очень красивый посмотрите какой красивый насыщенный зеленый цвет они были не в плохом состоянии но не было внутри стелек да и допустим если ты ну максимум ты за сколько там продаж за 7 8 евро еще покупать стельки конечно нет смысла поэтому мы их отнесли обратно очень классного цвета были кожаные adidas кеды это было сто процентно натуральная кожа тоже были без стельки но к сожалению они уже были в районе пятки достаточно значительно поношенные поэтому не на продажу не для себя конечно такую обувь оставлять не будешь но бывает чтобы и очень хорошем состоянии которую можно очень хорошо продать на онлайн-площадка хочу сказать что в германии очень хорошо торгуется на онлайн-площадках то есть оборот намного больше чем когда я торговала в латвии нужно сказать что продается буквально все а тут такая загадочный механизм для меня это было долгой загадкой потом я посмотрела в интернете это шапка фен эти так одеваешь если кому-то надо на голову там накрутили бикудзями включаем в резетку сейчас я вам покажу как этот зверь работает и там идет тепло если ты под бегудями естественно под бегудями это все греется это мы отдадим кому-то другому может кому-то надо будет тоже выставим обратно принесли посмотрели вот такая шапка фен эти все коробочка все аккуратненько очень просто выставлен на улицу вместе с обувью также была найдена такая итальянская с натуральной замши сумка мешок я уже и немножко застирала она прекрасно поддалась очистки и я думаю что когда она высохнет каких-то пятен и разводов не останется ну посмотрим я ее чистила надеюсь что у меня все получилось в хорошем состоянии ручка она не была где-то затерта на нету такой где где-то замша уже вытер туда то есть сумка в очень хорошем состоянии и такое яркое пятно в гардеробе иногда очень удобно тем более если учитывать нынешний темп жизни в берлине то такая сумка знаете нас самое что ни на есть удобная понакидал все что тебе туда нужно и пошел потому что в общем-то элегантные сумки их куда-то надо выгуливать тут ты живешь в повседневной суете именно иногда вот такая вот сумка мешок знаете к темной одежде яркое пятно будет такой приятный акцент сейчас зашла и посмотрите какие великолепные такие вот штучки плетеные я естественно заберу потому что мне такие вещи мне нравится на кухне какие-то мелочи сложить они всегда вот очень так гармонично смотрится лица их три штучки я и все три штучки заберу в идеальное состояние барахолку выносить на продажу такие вещи вот почему-то очень хорошо продаются потому что немцы почему-то будет любит их очень покупать я сейчас иду по улице до стоит не вскрытая выставленная бутылка сока вот просто она вот так вот стоит поставлю сейчас мы видео я это как раз снимаю тоже 17 числа то есть это сегодняшний днем я не знаю почему этот вот выставленный сок да я его брать не буду но просто я вам показываю как это примерно у нас можно найти берлине это натурального на супе продаются в таких бутылках вот видите тут банан состав можно почитать яблоки банан шпинат глюкозы тут имбирь и еще что-то но то что я поняла но вот как вот как-то это так берлине у 5 вечера у 5 вечера вот вышли с коротиком гулять идет небольшой дождик девочка моя не любит такую погоду он уже вот смотрит на меня когда я ее позову домой но вроде бы как-то делает попытку на все-таки за надо как-то свои дела делать не дома же делать дом это терпеть надо вот эти как все уже в огоньках да и обыкновенный вечерний берлин с легким дождиком и такая идет приятная прогулка как-то так проходит иногда наши деньки